Около концертного зала Пушкинский стоит Ольга Шакина. На зеленой ковровой, да. На зеленой. И ждет, пока мы ее включим. Оля. О, боже мой, я наконец в эфире. Да, привет, ребята. Я просто очень плохо слышала в уши, извините. Надеюсь, вы также извините меня за то, что я в темных очках. Здесь чудовищно жарит солнце. И пока я слушала Илью Васильевну, чуть не растаяло, признаться. На кинофестивале, на открытии Московского международного кинофестиваля 33-го, я отмечу, ситуация довольно смешная, потому что звездная дорожка, так называемая, вместо шести, началась в половину шестого, потому что по ней прошло, должно было пройти беспрецедентное количество голливудских кинозвезд. А именно, Джон Малкович, Джош Дюамель, Майкл Бэй, Шайла Беофт, Арис Гиттон, а также юная актриса Рози Хантинтон. Все это звезды фильма «Трансформеры 3», которым открывается Московский международный кинофестиваль. Мнения общественности по этому поводу разделились. Они считают, что это невероятно круто, когда вот таким вот блокбастером долгожданным открывается международный фестиваль так называемого класса. Другие считают, что кинофестиваль, где должны преобладать от хаосной ленты, открывающейся таким фильмом, это, ну, как минимум смешно. Тем не менее, звезды реально прошли, и они прошли даже два раза. Потому что сначала они прорепетировали свой проход, им нужно было примерно 45 камерам дать интервью. Они в каждую камеру посмотрели, всем чего-то сказали. Вот. А потом, когда приехал режиссер фильма «Майкл Бэй», они вот смешно так организованно прошли еще раз, как будто вот первый раз, всем помахали и так далее. Организация всего этого дела, как обычно, на Московском кинофестивале, у всех заранее прошу прощения, как всегда чудовищная. Не пускают ни в один вход, ни с приглашением, ни с аккредитацией. Отсылают от входа ко входу. В общем, чудовищно пришлось мучиться перед тем, как сюда проникнуть. Вот.